МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я заболел сильно тогда в конце февраля-начале марта. Это был 2003 год, и это время совпало с 50-летием со дня смерти Сталина. И по Первому каналу шли передачи документальные Алексея Пиманова «Кремль-9». И они рассказывали там о последних днях, значит, последнем времени жизни Сталина. Меня это очень заинтересовало. Но поскольку у нас не было такого объема доступа к информации в наше юношество, чем сейчас, кроме книг и телевизора, ничего не было. Я заинтересовался, и мне тогда купили первую книгу нашего отечественного историка Юрия Емельянова «Сталин на вершине власти». То есть это такой фундаментальный исторический труд, где он достаточно глубоко изложил Сталина с момента его получения власти до смерти. Я прочитал эту книгу, и с этого момента, наверное, часть моего мировоззрения так немножко переместилась в левую сторону. С этой книги Михаил и начал подробное изучение советской эпохи, социалистической идеи. Он вступил в Союз коммунистической молодежи. Будущий опыт партийной работы закладывался именно там. Юноша посещал партсобрания, участвовал в организации выборов, выезжал на форумы в Нижний Новгород и Москву. После школы Михаил продолжил свое обучение в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского по специальности «История». В 18 лет он стал членом Коммунистической партии Российской Федерации. Вернувшись в Саров после окончания университета, Михаил устроился на работу в Саровский политехникум имени Музрукова. После окончания университета, как я приехал сюда, мест в школах и здесь именно преподавания часов уже не было. И поэтому я пришел сюда на работу в качестве руководителя музея. Тогда техникум выиграл грант в госкорпорации «Росатом» и открыли мемориально-выставочный зал, посвященный Борису Глебовичу Музрукову. И вот на мою долю уже выпало, значит, организовать экспозицию там и торжественно открыть этот зал. То есть мы в день рождения, 10 октября, его открывали. Ну и год проработал я руководителем музея. То есть я занимался оформлением музейных залов. Вот где мы сейчас находимся, это 2015 год, к 70-летию Победы. Мы вот сделали на первом этаже зал боевой славы, да, где такая компиляция из исторического прошлого, Великой Отечественной войны и вот интернациональных конфликтов нашей страны. С 2015 года Михаил стал преподавать историю, общество знания и философию. Также продолжил курировать музей. В 2019 году Михаил вместе со студентами отправился в экспедицию, откуда после раскопок ребята привезли ценные экспонаты времен Великой Отечественной войны. Позже их представили на студенческой исторической конференции. Каски, снаряды, лопаты, котелки и другие предметы быта солдат Красной Армии. Эти экспонаты времен Великой Отечественной войны нашли студенты СПТ в ходе раскопок в Ахтопамяти, которые проходили в Демьянском районе Новгородской области. За три недели участники поискового отряда, в которые вошли в Саровчане, нашли останки 18 военнослужащих, часть из которых уже удалось опознать и торжественно перезахоронить. Сподвигся в интерес. Просто было интересно, что это такое, попробовать себя. Ну и патриотические какие-то мысли. Потому что деды воевали как бы не просто так. Евгений Халявин заканчивает первый курс. На предложении поучаствовать в поисковом отряде согласился, не раздумывая. Юноше хотелось прикоснуться к истории и отдать дань памяти тем, кто погиб на полях сражений. Евгений рассказывает, что жить приходилось в непростых условиях, а при раскопках следовать четким правилам. Сначала ходим с металлоискателями. После, если находим какой-то медальон, либо ложку, либо каску, обкапываем это место, там, 3 на 3 метра, и уже потихонечку начинаем собирать. Если находим кости, то сразу все не вытаскиваем, чтобы можно было представить картину, как вообще проходил сам бой, либо как умирает этот человек. Информация о прадедушке Даниле Шутова зафиксирована в книге памяти героев войны Перевозского района Нижегородской области. Много интересных фактов из биографии родственника студент узнал от своей бабушки. Самое, наверное, эмоциональное для меня это. Я узнал, что мой дедушка встретился случайно со своим отцом на войне под Берлином. Историческая конференция, посвященная биографиям участников Великой Отечественной войны, прошла в Саровском политехникуме впервые. Студенты представили 11 докладов. При подготовке к выступлению юноши и девушки на практике изучили все этапы создания исследовательской работы. Они проводили исследовательскую работу, то есть методом интервью родственников, поиском на сайте, в архиве. Мы узнавали о родственниках своих, не только ветеранах войны и тружениках, тыла, узниках, концлагерей, блокадниках, кто попал в блокаду Ленинграда. По итогам конференции лучшие исследовательские работы студентов были отмечены дипломами и памятными подарками. Своей главной задачей, как преподавателя, Михаил всегда считал выработать в студентах способность ориентироваться в информационном пространстве, формировать свое видение на те или иные факты или события. История в этом плане достаточно противоречива, и как и всемирная, так и отечественная. Поэтому здесь по истории, конечно, в первую очередь выработать свою точку зрения и научиться ее отстаивать, аргументировать в этом плане. Потому что этот механизм такого социального воздействия, он применим не только к истории, а вообще в целом надо уметь общаться и отстаивать свои позиции, не стесняться их никогда. По философии, если говорить о философии, конечно, это наука наук в целом. Здесь главная задача дать представление вообще о, так сказать, противоречивости ходе мыслей человеческих. Как вообще остановилась наука, каким путем выделялись из философии остальные самостоятельные знания и что она представляет собой сейчас. Ну и курсы общества знаний здесь, конечно, дать основу ориентации человека в нашей обыденной жизни, по основным сферам жизни. То есть, чтобы человек мог ориентироваться, понимать, где он находится, как и что делать. Михаил воспитывает в молодежи патриотизм и отзывчивость. Не раз вместе с подопечными он организовывал волонтерские мероприятия. Под руководством Михаила в Политехникуме также недавно создали театральную студию. Студенты видят в Михаиле Игоревиче наставника в жизненных ситуациях, проводника в мир истории и политики в образовательном процессе. Михаил Игоревич очень интересный человек. С ним можно поговорить на разные темы. И на его лекциях мы узнаем что-то новое для себя. Он нам рассказывает о исторических фактах. Также Михаил Игоревич является депутатом партии КПРФ и рассказывает много интересного, как он помогает людям, что он делает в этой организации. Мне нравится слушать его лекции. Я всегда полностью окунаюсь в историю и чувствую себя каким-то историком, либо философом, который вместе с Михаилом Игоревичем рассуждает на определенные темы. За многие годы Михаил научился органично совмещать политику и преподавание. В своих лекциях он часто использует личный опыт, подкрепляет научные тезисы примерами из жизни. Студенты иногда задают вопросы по злободневным событиям. И когда к чему ты имеешь личное отношение, то, конечно, это более убедительно выглядит, это более наглядно и более понятно для них. Вот здесь как раз и является та, наверное, очень маленькая деталь, когда политика и образование в широком смысле слова находятся вместе. Несмотря на загруженность в политехникуме, в 2020 году Михаил решил баллотироваться в депутаты городской думы и выиграл на выборах по округу номер 15. Работа с людьми навсегда ответственна. И брать на себя ответственность за ход каких-то решений, ну, это вдвойне сложно. Но это не означает, что этого надо бояться или этого не делать. Делать это надо, и это интересно. Люди у нас очень разные. К сожалению, у многих проблемы существуют, проблемы разного характера. И мы стараемся решить, услышать людей. Иногда необходимо просто понять человека, выслушать в каких-то вещах. Поэтому работа на округе является, наверное, для депутата и вообще человека представительной ветви власти, законодательной, одной из самых основных. Потому что здесь происходит непосредственное взаимодействие человека с властью. Хотя нам сейчас и говорят, что мы лишь только представляем интересы в городской думе методом рукоподнимательства и кнопкодавительства. Но это совсем не так. То есть наша основная задача – это общение с людьми. Депутат, все-таки человек, который представляет интересы людей в органах власти, принимает участие в заседаниях городской думы или сессиях городской думы. И в работе комитетов городской думы. У нас их четыре. Нам приходит большое количество документов, которые нужно изучить, проанализировать, посмотреть, выработать мнение определенное к этим документам, то есть задать вопросы, принять решение по этим документам, как поступить в дальнейшем, поддержать, не поддержать или воздержаться от какого-то вида решения. И это одна сторона депутатской работы. То есть сейчас мы чем заняты? Сейчас идет формирование администрации. То есть обсуждение кандидатур заместителей главы администрации, главы города. В этом плане очень острый такой горячий вопрос. На округе Михаил Савин проводит много времени и старается быть депутатом не просто для галочки, а чтобы действительно сделать что-то полезное и значимое для горожан. Именно он в конце декабря активно продвигал идею возвращения бесплатных школьных завтраков для всех классов. Сейчас мужчина активно занялся проектом благоустройства пешеходной зоны по улице Юности. В планах сделать ее современным и просторным местом, где будет приятно проводить время саровчанам. Традиционной стала раздача продуктовых наборов нуждающимся. Раз в квартал я стараюсь вручать продуктовые наборы пенсионерам или людям, которые находятся в жизненной трудной ситуации. В этом плане мы работаем с общественными организациями и активно с Советом ветеранов 6-го микрорайона. Они составляют списки в этом плане. Наверное, из будущих мероприятий сейчас готовим списки на посещение концертов ДК и театра. Совсем недавно Михаил вместе со своей командой успешно провел творческий конкурс «Праздничный дебют». На торжественной встрече, где депутат наградил победителей в разных номинациях, удалось побывать в нашей съемочной группе. Благодаря проекту Михаила Савина саровские пенсионеры развенчали миф о том, что интернет-пространство доступно лишь молодежи. Конкурс «Праздничный дебют» привлек внимание пожилых горожан и раскрыл их творческий потенциал. Мы уже несколько лет работаем в городском Совете ветеранов и приятно видеть, что очень творческие, активные люди. И вот это время наше сейчас, последний год, очень тяжелое, когда пожилые люди были лишены общения, активности какой-то, которой им хотелось бы. Мне пришла в голову идея в рамках дистанционного нашей всей жизни, перехода в дистанционный, провести также дистанционный конкурс для творческих коллективов микрорайонов Совета ветеранов. Тематика – поздравления к 23 февраля и 8 марта. Пенсионеры снимали вокальные номера и чтение стихов, отправляли их на суд жюри. Принимали участие пять микрорайонов Совета ветеранов. В основном, конечно, они исполняли песни, то есть русские народные, памятные песни, песни поздравления к 23 и 8 марта. Также исполняли стихи, стихи, посвященные женщинам, посвященные Великой Отечественной войне. Юлия Павловна Шлаитова записала на видео стихотворение «Письма с фронта», которое она сочинила сама в память об отце, погибшем в 1942 году. Есть две открытки, три письма, времен суровых для страны. Их брат берег как талисман, ведь письма от отца с войны. Не знал отец, что письма будут в музее под стеклом лежать. Не думая о смерти славе, вел воинов страну спасать. Представители КПРФ выложили работы участниц в группе ВКонтакте на открытое голосование. Большой отклик получила видео именно Юлии Павловны. Женщина стала победителем в номинации «Приз зрительских симпатий». Михаил Савин наградил лауреатов почетными грамотами и призами, а также поздравил всех с праздниками. При слове «депутат» в сознании часто возникает стереотипный образ пузатого дяди с набитым карманом. По словам Михаила Савина, это применимо лишь к некоторым представителям власти, которые работают на уровне всего государства. На уровне же муниципалитетов депутат своего рода альтруист, который без какой-либо зарплаты старается посвятить часть своего времени решению проблем народа. В чем главная ошибка власти современной? Мы изменили политическую и социальную структуру государства 30 лет назад. Но досконально о ней мы никому еще не рассказали, то есть своим гражданам. Если спросить, в чем заключается смысл работы депутата, мне кажется, отчасти иногда и депутатам слабо ответить на этот вопрос. В советское время был прекрасный предмет, который был обхаян, обобруган потом, как политинформация. Людям досконально доносили весь смысл существования жизни государства, его механизмов, его ветвей власти, принятия решений, законов и так далее. Мы же этого не можем донести конкретно до всех. То есть существуют формы, но мало кто о них знает. Это не проблема людей, это проблема власти. В понимании Михаила депутат должен всегда ориентироваться на запросы населения, быть в курсе текущих проблем. Стараться, если не напрямую, то хотя бы косвенно повлиять на их решения. Возникает желание что-то изменить кардинально, сверху, для того, чтобы было проще. Но, к сожалению, пока такой возможности нет. И поэтому очень большое количество вопросов приходится решать непосредственно вместе с людьми. То есть конкретно по темам, которые заявлены. Хорошего политика всегда отличает открытость суждений, честность перед самим собой и гражданами, понимание ответственности за принятие тех или иных решений. Конечно, у нас в Думе имеются горячие противоречивые выступления, характерные по разным родам дискуссии конкретных вопросов. Но в целом здесь, конечно, надо быть тонким политическим дипломатом, чтобы понимать суть вопроса, когда и как форсировать определенные события в этом плане. Ну и, конечно, я бы посоветовал всем депутатам быть смелее. Независимо не от партийности, независимо не от начальника, не от какого-то депутатского мнения, а всегда помнить о том, что главный заказчик наш, того, что мы находимся в органах власти, это люди. И никакие партийные или другие иные интересы не могут различаться, в первую очередь, с интересами людей. Также немалую часть времени Михаила составляет научная работа. Историк занимается исследованиями позднего периода СССР. В частности, готовит большой фундаментальный труд о личности и деятельности предпоследнего генсекретаря ЦК КПСС Константина Устиновича Черненко. В свободное время Михаил Савин занимается нумизматикой и садоводством. Обожает путешествия. Михаилу уже удалось побывать во многих европейских странах. Особенно близкой по интересам оказалась Германия. Там он был несколько раз. С первой поездки привез символичный сувенир – камень с берлинской стены. Я, когда учился, у меня была любимая тема – это реформация в Европе. И особенно тема реформации в Германии, деятельность Мартина Лютера. И поэтому здесь я как-то к Германии ближе в этом отношении, с исторической точки зрения. Если говорить в целом о путешествии, нацеленном на определенный вид деятельности, то, конечно, первую часть путешествия, все-таки первую неделю, к примеру, надо отдохнуть от всего. А потом, естественно, любой политический деятель, тем более я историк в этом плане, поэтому всегда социально-экономические и политические процессы всегда меня волновали. Волновало последствия каких-то событий, потом на ход действий и так далее. Поэтому всегда эта мысль, этот анализ всегда в голове находится. И здесь хорошо тем, что это путешествие имеет под собой определенный качественный показатель. Когда ты напрямую видишь о тех событиях, о которых говорят посредством массовой информации, и можешь, например, спросить у людей, которые, может быть, не так напрямую, но косвенно, но ближе, чем мы, например, имели к этому отношение, то, конечно, это намного лучше. Когда видишь напрямую, слышишь напрямую, чувствуешь, понимаешь, и это позволяет все-таки делать некие сравнения, анализы. То есть не давать сознанию находиться в каком-то таком дуальном отношении, а человек должен переоценивать, переосмысливать. Если он это делает, значит, он развивается. В путешествиях по Европе Михаил часто отмечает для себя особенности социально-экономической обстановки. Новые идеи улучшения жизни граждан, которые можно было бы реализовать в России. Наверное, одно из главных заимствований из Европы в этом плане, в нашей политической составляющей, от Компартии, это все-таки социальная забота о ветеранах, да, и вот сейчас о детях войны. К сожалению, мы пока не можем этого добиться, но работа в этом направлении все равно идет. Инициативность и вклад Михаила Савина в работу Компартии и нашего города не раз отмечали различными наградами. Среди них благодарности от председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, администрации Сарова, почетные грамоты от правительства Нижегородской области. В 2018 году Михаил получил грант города за социально значимую деятельность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова